Особое мнение на 101FM То, что мы скажем сейчас, может стать уже немного неактуальным Или наоборот очень актуальным через три часа Но вот за неделю буквально ситуация поменялась просто в корне Еще неделю назад ваш коллега Денис Ерохин был у нас в особом мнении Говорил, что СМИ нагнетает ситуацию, создает панику Я не знаю, конечно, вчера довелось мне посмотреть федеральный канал Правда, там одна журналистка таким тоном она говорила, что правда немножко страшновато было Ерохин говорил, что все вы журналисты и вообще все вокруг говорите только о коронавирусе А как вы считаете, Михаил, актуально сейчас вообще о чем-то другом говорить Так или иначе не связанным с этой вот проблемой? Ну, я считаю, что, конечно, главная тема сейчас точно должна быть не коронавирус Который действительно есть, и мы должны применять те меры безопасности Чтобы все-таки же снизить количество заболеваний Хотя я действительно считаю, что ситуация выглядит чуть-чуть, наверное, по-другому Но я поясню, о чем бы хотелось говорить в целом о жизни города Потому что коронавирус рано или поздно закончится И это в том же Китае мы наблюдаем, что идет спад Но проблемы остаются, и жизнь остается И самое важное сейчас говорить, наверное, о том, какие уроки мы должны из этого извлечь В том числе, какие уроки извлек бизнес, население И, наверное, мне кажется, я бы хотел, чтобы мы, может быть, и затронули тему коронавируса Но не с медицинской точки зрения, а с точки зрения, как это повлияет на нашу дальнейшую жизнь Как нам с этим жить дальше Вот такие уроки мы извлечем А не рано еще говорить об уроках? Мы еще даже не понимаем, какой ситуация может быть на самом деле Ну, на самом деле, понятно, что мы еще не все видим уроки Но я, ну, точнее, не всю ситуацию мы еще видим Там вот она еще будет много-много неприятных или приятных сюрпризов Но, наверное, что уже очевидно То, что, к сожалению, ну, это мое особое мнение Значит, государство не выполняет сейчас свою социальную роль Вот, как я считаю Значит, потому что что мы видим на уровне города Кирова Я сейчас не говорю про Россию, про Москву, тем более Значит, мы видим о том, что в связи с этой ситуацией, как бы, к сожалению Информационное обеспечение там со стороны властей оставляет желать лучшего В каком плане? Ну, люди не всегда понимают, что там происходит, что будет дальше Ну, вот то же самое, то, что мы начали разговор Мне кажется, власти сама не очень понимают, что будет дальше Так вот, я же понимаю, ну, не понимают и не транслируют То есть, условно, будет введен карантин там, или как его будут называть в Кировской области По аналогии с теми регионами Вот, или не будет И люди не понимают, что будет происходить И к этому не будут готовы То есть, кто-то уедет там в область Кто-то на самом деле запланирует какие-то другие вещи То есть, люди должны что-то ожидать Это первый момент Второй момент, это, конечно, уже такой технический К сожалению, то, что мы видим, сейчас происходит с теми же масками С теми же средствами и другой защиты И их нет И еще раз говорю, я считаю, что это задачей, в первую очередь, государства Для того, чтобы снизить панику среди населения И я об этом поднимал на последнем заседании Думы в среду, 25 марта Вот, о том, что масок нет и никто не знает, что будет И я сейчас говорю, опять же, не про медицинский аспект О том, что, там, мы говорим про пенсионеров, в первую очередь О том, что, я считаю, что государство должно их обеспечить бесплатно В нужном количестве, там, 10, 20, 30 штук Но чтобы они успокоились Потому что сейчас именно из-за этого происходят вот те нервозности, которые есть А вот этот аспект, извините Он не может в обратную сторону сыграть? Пенсионеры, которые будут носить маски Будут уверены, что их-то уж теперь точно ничего не коснется Но ведь уже нам много раз сказали, что на вдох-то маски, в общем-то, и могут не работать Ну, маски как один из элементов Ведь в аптеках нету и любых дезинфицирующих средств То есть я сейчас просто к тому, что то, что наведу То есть если посмотреть, опять же, передачу То, что происходит в других странах Где уже эпидемия идет вовсю Мы все равно видим, что маски там имеют Я повторюсь, там, не с точки медицины Для некого внутреннего успокоения Потому что за масками тянется, повторюсь, там, средства защиты, там, обработки Рук, которые нужно, безусловно, мыть Не только мыть, там, после прихода домой Но, по сути дела, регулярно А это можно сделать только если иметь какие-то носимые Или стационарные средства обработки И их тоже нету И, по сути дела, вопрос в диагностике достаточно сложный Потому что ко мне обращаются жители Они говорят, вот, что делать, если я подумаю, что у меня коронавирус Вот, я позвонила на горячую линию Мне сказали, за границей была, не была Ну, тогда у тебя не коронавирус Лечись, как лечилась И это же тоже, как бы, людей точно не успокаивает Поэтому, на самом деле, когда мы видим с экранов О том, сколько у нас прошло тестов Все здорово, все хорошо А еще, говорю, а мы видим другую сторону медали Вот, и мы видим, что действительно население Ну, вот сейчас я к вам, когда ехал Реально стало меньше передвижений в городе Это хороший знак Потому что, я считаю, что, повторюсь, это вирусная инфекция Как и в любом вирусе, чем меньше контактов Тем меньше шансов заразиться Вот, и это, как бы, с одной стороны, здорово Но, там, значит, люди что-то услышали Меры правили Но если говорить, опять же, сейчас про тот же бизнес Он, конечно же, точно не защищен А бизнесы тоже люди Только просто в ту же другую Ну, о бизнесе чуть-чуть попозднее Давайте вот сейчас об этих мерах, да Которых мы начали говорить Они своевременными вам кажутся? Ну, я не владею информацией из штаба Сколько действительно у нас ситуация сложна То есть, я считаю, что это точно Ну, это неплохо То есть, надо ли было сделать раньше? Ну, возможно, надо было сделать раньше Но, опять же, говорю, нужно было, наверное, провести людям работу Более четкую, более спокойную И, там, тогда было бы меньше каких-то домыслов и слухов Потому что, не секрет, там, сегодня выпал снег Но выходные люди поехали на природу И здорово, ну, было бы неплохо, если бы они поехали одни Но они поехали компаниями И, по сути дела, все эти мероприятия по выходным дням увеличенным Они как бы свели на нет всю эту инициативу Ну, вот в Москве ввели уже строгую изоляцию Да, в Кирове ее до сих пор нет Вот на сегодняшнее утро 27 регионов, кроме Москвы Ввели такую же, в Кирове этого нет Вот вы как думаете, даже не как думаете Вы как депутат какой-то информации располагаете Будет у нас это с завтрашнего дня, например Или почему у нас этого нет? Чем мы, мы вроде бы, вверху списка по зараженности? У меня этой информации нет Тут, ну, не буду лукавить Как бы, будет это или нет, мне кажется Это вопрос, опять же, мы об этом узнаем внезапно и вчера Вот, по факту И опять будет очередной виток паники Потому что люди не будут понимать, что тогда происходит И что сейчас делать И, опять же, там будут дополнительные, ну, дополнительные сложности для людей Поэтому, наверное, все-таки же, я думаю, будет Просто я не знаю, когда Потому что к этому все идет 27 регионов Это, по сути дела, уже почти треть Может быть, уже в час об этом будет известно Да, возможно, уже вот-вот нам и говорят А вот по поводу того, каким должен быть этот карантин Ну, вот, во-первых, у меня был вопрос Я не знаю, сейчас он актуален или нет Вот то, о чем вы сказали Ты звонишь на горячую линию Тебя спрашивают, заболел ли Ездил ли ты за границу, если ты заболел Если нет, то все хорошо, у тебя просто ОРВИ Те, кто приезжали из-за границы, их сажают на двухнедельный карантин Те, кто приезжает из Москвы, нет Вот, да, согласен Дальше, Москва Сейчас главный очаг инфекции в России, да? Собянин изолировал москвичей При этом границы Москвы не закрыты И половина Москвы может сейчас прекрасненько ехать в район В деревню, к бабушке, в Кировскую область И вести все это Это правильно? Это хорошо? Или нам, как Кировской области, надо закрыть границы? Как Чечня, например Закрыть границы достаточно сложно На уровне Кировской области У нас достаточно много магистральных въездов, чтобы закрыть Поэтому, ну, то, что проблема остается Это однозначно Сейчас уже у нас, мне кажется Я еще не эпидемиолог, не врач Но, мне кажется, у нас уже, ну, заразиться можно не, вы абсолютно верно говорите Не потому, что мы ездили за границу А потому, что побывали в Москве Там или, значит, где-то в другом месте Потому, что как раз тот пост нашего земляка, там, фотографа Который сейчас уже идет на выздоровление Но он, говорит, ну, он никуда не ездил Среди его окружения нету зараженных Но он заразился Поэтому, на самом деле, сейчас Откуда это все выстрелит Однозначно неизвестно И то, что жители Москвы сейчас стали разъезжаться по регионам Это факт То есть, как бы, поэтому Как мы можем защититься в этой ситуации? Ну, в первую очередь Вот я убежден, что защититься мы можем только сами Вот, за счет личного выполнения тех вещей Которые, ну, давным-давно уже рассказаны в интернете Рассказаны по телевизору Это значит уменьшить количество Я сейчас не буду перечислять Вот, сами себя мы защитим Вот, я считаю, что это будет лучше, чем заслоны на дорогах Только единственное, что, говорю, надо помочь слабо защищенным слоям населения Средствами защиты Разъяснением этой ситуации В том числе помощи в доставке продуктов Потому что, на самом деле Эта информация есть Но я считаю, ее недостаточно Потому что, если спросить сейчас Бабушек, которые живут Я думаю, что там не все знают этот федеральный номер По которому можно позвонить Хотя он распространялся через центры местной активности Но это интернет То есть не все знают, что сделать Если ты переживаешь, не хочешь выйти И выходить из дома Но тебе нужно закупить продукты Или аптеки А эта информация есть Нужно просто позвонить К тебе придет социальный работник Или волонтер Но этой информации недостаточно Поэтому я считаю, что если государство Выполнили бы эти меры И люди бы понимали То мы бы достаточно ровно прошли бы Этот пик эпидемии Который все равно у нас еще не наступил И он будет Ну, так А вот, кстати, этот номер Кроме как через СМИ Еще как-то распространяется Я тут просто позвонила в городадминистрацию В пресс-службу и спросила А вы знаете, как он еще Кроме как через СМИ распространяется Мне сказали, что Ну, как бы Может позвонить В пресс-службу области Ну, на самом деле, да Вот я про это же и говорю Он распространяется еще В том числе через Центры местной активности Но это все равно Не стопроцентный охват Вот, я хочу На самом деле Есть же и положительные моменты Я не знаю, как в других микрорайонах У нас наше отделение почты Повесило объявление На каждый подъезд Многоквартирного дома С информацией о том Что почтовое отделение Не работает Приходить туда не надо И почту всем разнесут Ой, прошу прощения Пенсию всем разнесут По домам Вот эта информация была В формате А4 формате Ее разнесли И вот она для пенсионеров Оказалось достаточно Чтобы не было ажиотажа У почтовых отделений Там с требованием Выплатить им пенсию А это хорошо Что будут на дом Ходить Пенсию Ну, если Разносчик пенсии Будет Еще раз говорю Там в той же маске В перчатках И так далее То это Это лучший вариант Чем если они пришли бы В очередь Понятно, что кому-то Приходит на карту Я сейчас говорю Про элементы работы То есть Еще раз говорю Не нужно оплачивать Какие-то большие бюджеты В газетах Достаточно было Просто повесить информацию Повторюсь На формате А4 На каждом подъезде Ее не сорвали Она провисела Несколько дней Я думаю, что Все пенсионеры Ознакомились с ней Успокоились Хотя бы в этом Что с почтой Все хорошо Почта не закрылась Пенсия придет вовремя Ну, в общем-то СМИ об этом бесплатно говорят Давайте Вот я просто нашла Сейчас номер в интернете Мы с вами его скажем Тут номер По которому Пожилые люди Могут вызвать Волонтера Или соцработника И попросить чем-то помочь Вплоть даже Вот до того Чтобы побеседовать По видеосвязи Просто поговорить 8 800 201 2109 А теперь мы Перейдем к экономике К проблемам бизнеса О которых мы уже Начали говорить И вот вы Затронули проблему Еще такую Проблему Того, что Все происходит Так быстро Или власть Делает все Так молниеносно Что люди Не успевают Просто опомниться И в частности Бизнес Я сейчас О постановлении Которое вышло 27 марта В обед Или ближе К вечеру О том Что с 28 Там должны Многие Закрыться Да и вот 28 Мы наблюдали То что Ну половина Там не знаю Предпринимателей Просто не знали А должны они Закрыться Не должны Они закрыться И в итоге За выходные За вчерашний день 57 объектов Торговли И общепита Поймали на том Что они Свою деятельность Не приостановили Вот здесь Наверное Я хочу задать вопрос Почему это происходит К одному из ответов Я уже Наверное Вас подвела Сама Но я думаю Что есть и другие Варианты Ответа На этот вопрос Ну вопрос Почему Не закрыл Ну почему Такие предприятия По прежнему Работают Да Если вопрос В этом Я понимаю Там именно С экономической Точки зрения Этот бизнес Потому что Гарантий Того что Государство Поможет Нету никаких Более того Уже Это показывала Практика Не раз Что Несмотря на Все заверения Как говорится Ваши проблемы Решайте их Сами Безусловно Государство Поможет Своим Госструктурам И государственным банкам И предприятиям Военно-промышленного Комплекса Я говорю В плане Тех потерь Которые они тоже Неизбежно понесут Это крупные предприятия Которые им и так Помогают Да Мы и так им помогаем А вот Что касается Малого и среднего бизнеса То здесь ситуация Патова Потому что Действительно Они сейчас остались Сами в себе И безусловно Это коснется тем Что будет В том числе И волна Каких-то там Закрытий Надеюсь Они не будут Носить системный характер Это и В том числе Сокращение людей Я И сейчас Не про официальную статистику А про то Что Действительно Так произойдет Потому что Если ты предприниматель У тебя там 10-20 человек Работает И у тебя нет Какой-то там Маржинальности Большой То выплачивать Сотрудникам В течение Я думаю Что ситуация Продлится там Не одну неделю Ну условно Назовем даже В течение месяца Дополнительные деньги Это достаточно Разорительно Для бизнеса То есть В дальнейшем Ты должен эти деньги Вернуть Это сподвигнет На повышение Рост цен Вот Или же Ты по сути дела Разоришься Там Потому что Другой источника Нет Там Те заверения Которые есть И Они пока Ну только Остались На бумаге Там опять же Мой коллега Юрий Львович Шлемензон Поднимал Тоже этот вопрос На последней думе Но это было Просто как Информационная ситуация Никаких ответов Четких и ясных Мы не получили О том Каким образом В Кировской области В городе Кире Будет защищен Там Малый бизнес Там В виде послабления налогов Там В виде Каких-то там Компенсаций Но вот Это вот вообще Уже не вопрос Депутатского корпуса Вопрос Это вопрос В люди Которые представляют Там Министерство Департаменты Там Администрацию Потому что То есть Даже если вы будете Какие-то Предлагать Идеи В общем-то Нет Я имею в виду Детальная проработка У меня сейчас нет Готового ответа То есть Это должно быть сделано Но если сейчас Мы еще Там Депутаты Будут предлагать Конкретные мероприятия Ну тогда Сори Зачем тогда Нам все эти Чиновничные аппараты Которые должны Это все дело Посчитать И сделать Безусловно Повторюсь Там Не раздать деньги Просто так А разумно Компенсировать Те затраты Потому что Я убежден Что Мы Живем в государстве И государство Одна из ее функций Это социальная защита Это население И бизнес Тоже население Поэтому Безусловно Если бизнес Повторюсь Исправно Платит налоги То он рассчитывает Что ему Государство Будет помогать Если же сейчас Какой-то помощи Нет То я думаю Что мы Опять увидим Уход В какие-то Серые схемы Которые Безусловно И сейчас есть Но они просто Усугубятся Потому что Повторюсь Бизнесу Нужно будет Компенсировать Свои потери Которые он сейчас Несет А реальная Такая помощь в Кирове Реально Что она появится Ну мы посмотрим Пожмем Увидим Я просто к тому Что я считаю Что она должна быть То есть вот Появится или нет Это вопрос от власти Есть у нас какие-то Ресурсы на это Или мы Сейчас имеем право Их достать Извини С точки зрения Городского бюджета Там понятно Что он ограничен Но там Я не раз говорил О том Что у нас есть Что подсократиться Вот И моя позиция Всегда была Неизменно Я считаю Что мы сейчас Точно живем Не в том времени Когда тратить Такие большие суммы И на пиар Больше миллиона рублей И на банкеты И на прочие вещи Там Представительские расходы И поэтому Я считаю Что во-первых В бюджете Можно что-то поискать Во-вторых Безусловно Задача опять же Местной власти Особенно правительства Кировской области Это выходить С поддержкой В Москву И требовать оттуда Потому что На самом деле Сейчас Чтобы не вдаваться В подробности В городской бюджет Оседает Крайне мало налогов Как бы Вот Они уходят И в области Основная доля Уходит в Москву А Москва Уже как В царское время Там распределяет Барской Там руки Те ресурсы Которые на самом деле Собраны в регионах Вот Поэтому Здесь Опять же Задача власти Эти проблемы решить Стать тем коммуникатором Чтобы Москва Выделила деньги Добиться этого И чтобы эти деньги Сюда пошли Вот Сейчас наверное Хороший Поэтому я и говорю Что вот Ситуация с коронавирусом Она для нас Хороший Там Повод Посмотреть Вообще Что Что будет происходить Что мы можем рассчитывать От власти Потому что И Что мы будем Получать Там В том числе Там От друг друга От соседей Потому что На самом деле Там И Не закрыв Свои предприятия Там Предприниматель Там Опять же Не неся Может быть Какие-то потери Но он несет Другую нагрузку Он не обезопасил Своих работников Потому что На самом деле Я повторюсь Я считаю Что методы Вот такого Мягкого карантина Который сейчас У нас есть Они безусловно Как и в любой Эпидемии Там связаны С вирусными Инфекциями Они имеют Результат Там Рано или поздно Поэтому Это тоже плохо Поэтому надо Все-таки Выполнять Но опять же Для этого Они должны быть Убеждены Что им помогут Вот этого нету И это для нас урок И когда Это все закончится Самое важное Не забыть Эти уроки Вспомнить И сделать Какие-то выводы Правильные Для того Чтобы с этими Результатами Двигаться дальше А почему В Кирове Так медленно Все происходит Я о чем Допустим Пермские предприниматели Они уже не сидят И не задаются вопросом А помогут ли нам У них Уже ОЗС Успела принять Все нужные документы По которым Там вводятся меры Причем Они очень серьезные 50% Налога На имущество Скидка На имущество Если делаешь Скидку арендатору Патент 1 рубль Можете себе представить У нас где-то сейчас 60-70 тысяч Ну это примерно Налог 5% Вместо 15 1 вместо 6 И это не все Это только Вот самое основное Что я вчера запомнила У нас-то Почему все так Медленно происходит Ну я не представитель Власти Поэтому мне сказать сложно Я считаю Что опять же Мы долго Смотрим на Москву Ждем каких-то указаний Боимся Подпримать Какие-то шаги Что-то долго Просчитываем Поэтому Я надеюсь Что что-то будет сделано Но ответа Почему так нету Там Ну наверное Здесь Тогда должен быть У вас Сидеть Не я Или Губернатор Или председатель правительства Для того Чтобы четко ответить Если же они Не идут на этот Контакт И не могут ответить Ну наверное Вот вопрос туда Я сейчас В данном случае Как представитель Жителей Микосомик района Я транслирую Там те вопросы Которые нам Хотелось бы решить Но пока Они Ну вот мы Уперли стенку И там Они у нас Как от стенку горох Отскакивают И никаких конкретных действий Ничего нету Поэтому я считаю Что Ну в первую очередь Нужно рассчитывать На себя Но к сожалению Выводы тогда Будут достаточно Там Неутешительные И повторюсь Бизнес Бизнес в Кировской области Серьезно Пострадает А у вас Допустим Вот как Ну как у представителей Там банковской сферы Как у депутата У вас лично Там у ваших коллег Есть какие-то Конкретные Там интересные Предложения Которые могли бы Быть реализованы Ну вот допустим Ваш коллега Альберт Бекалюк Да он предлагает Руководству города Обратиться к предпринимателям Которые из Кирова ушли И попытаться их вернуть Ну понятно же Чтобы их вернуть Надо здесь Какие-то Серьезные Налоговые Льготы Установить Иначе лучше В Перемь идти Чем к нам сюда Согласен Ну я с Альбертом Полностью согласен Как бы он Как раз Говорит Правильные вещи По защите бизнеса А именно он Предлагает Для тех Предпринимателей Которые сейчас Не зарегистрированы В Кировской области Создать более льготные условия Этим пользуются К слову говоря Там наши коллеги Там В этом году Такую инициативу Выдвинула Как раз Удмуртия Для того Чтобы те Кто у них зарегистрировался Получили более льготное Налогообложение Поэтому я его поддерживаю Потом повторюсь Потому что Бизнес от нас уходит Вот Регистрируется В других местах И Или вообще не регистрируется И безусловно Сейчас мы эти деньги Не получаем А здесь Хотя бы там За счет более сниженной ставки Мы можем получить И это как раз Повторюсь Там Та работа Там Власти Исполнительной Которая Там мы ждем То есть она должна Предпринимать какие-то шаги А не просто Там Выполнять Те разнарядки Которые пришли сверху Там И собирать налоги Не взирая ни на что И не предлагая Какие-то Вопросы Там Договоренности Потому что В любом случае Это живой организм Бизнес Ну условно Назовем так Потому что если Условия будут В Кировской области Для них неприемлемы То бизнес уйдет То есть Или придет другой И Я там Позволю себе Там экскурс Значит Когда у нас Там Я помню время Там Когда у нас Губернатор был Серегенков И были заградительные меры По алкоголю Чужому Значит И Крепкий алкоголь В Кировской области Стоил дороже Чем в соседних областях Вот Просто простая причина У нас сейчас перерыв Через минуту Вернемся в студию Продолжается наша программа У микрофона Сегодня работает Мария Кожевникова А напротив меня Депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин Ну вот Михаил Накануне Андрей Усенко Президент Вятской торгово-промышленной палаты Представил Своё видение Того Как спасать Кировский бизнес Губернатору Меры Очень похожие На то Что в Перми То что я сейчас назвала А вечером Накануне вечером На сайте Правительства Появился пресс-релиз В котором Описываются Меры Которые хотят Принять в нашем регионе Там нет Ни одной строчки Никаких Налоговых послаблений Почему? Что происходит? Ну потому что Исходя из этого Пока правительство Не заинтересовано В поддержке На мой взгляд Это моё мнение Поддержка Мало-среднею бизнеса И задачи стоят Правда другие Это отчитаться Что всё у нас ровно Всё хорошо Вот В плане заболеваемости На данный момент Ну и всё Мы приняли меры А там кто хочет Тот хочет И будем штрафовать Те кто ещё не закрылся Хотя закрыться должен Давайте ещё О городском хозяйстве Поговорим Ну тоже наверное Всё-таки В разрезе коронавируса Мы будем это делать Вот эта ситуация Когда люди сейчас Мало ходят по тротуарам Мало ездят по дорогам Неразгребённым Как сегодня Мало ездят на автобусах Не ругают чиновников Ни за уборку Ни за стоимость билетов Это может как-то повлиять На то Что всё усугубится Ещё сильнее Когда мы выйдем Из нашей самоизоляции Ну как бы Ну я тут Что бы хотел сразу сказать Что как раз То что сейчас происходит С точки зрения Самоизоляции Или там мягкого карантина Это ни в коем случае Не снимает бремя Обязанности по уборке По содержанию Как муниципальных территорий Так и придомовых В нормальном состоянии Ну вот уже начали Жаловаться кировчане Что управляющие компании Перестали прибираться В подъездах В подъездах Просто антисанитария И грязь А хотя должны бы Дезинфицировать Казалось бы Да постоянно Да И это точно Вот я говорю Это тот урок Который мы все должны извлечь Потому что На самом деле Нигде не написано Что управляющие компании Освобождены На этот период От выполнения Своих обязанностей У них единственное Что все-таки же Есть мероприятие По ограничению Контактов С точки зрения Приема граждан Там через электронные Или через телефонные Линии То есть как бы Но уборщица Должна убираться Дворник должен прибираться Дороги должны чиститься И здорово Что Ну во всяком случае Такие Если случаи есть Повторюсь Для этих жителей Наверное Это тоже урок Готовы ли вы Работать с этой Управляющей Компанией Дальше Потому что На примере Там Своей Своего дома Могу сказать Что у нас все Работает без сбоев И так и должно быть Потому что На самом деле Повторюсь Там Все карантинные Мероприятия Они должны Позволить людям Самоизолироваться Но при этом Их жизнь Не должна быть хуже Они должны ходить В магазин Продуктовый Поэтому продуктовый Магазин работают Они должны ходить В аптеки Работают все Госучреждения В том или ином формате То есть где-то Они через электронную Приемную Но те же больницы Работают в полном объеме Школы работают На удаленном Режиме обучения То есть по сути дела Все работают Как бы И как и должны Поэтому Это не снимает Обязанности города По уборке улиц Я надеюсь Мы сегодня увидим Ну снег понятно Что саморастает Наверное Но мы Это точно не оправдание Вот я говорю Если говорить о том Что у нас такая ситуация Потому что коронавирус Это иллюзия Это попытка Защититься каким-то вещем Я считаю Что это вот тот урок Который мы сейчас Должны извлечь В том числе На уровне Управляющей компании Если ваша управляющая Компания в этот период Не справляется Ну вот Значит не справится Когда снега будет много Или когда Там еще какие-то будут Сезонные факторы Поэтому подумайте Задумайтесь Нужна ли вам Такая управляющая компания Потому что деньги Вы по-прежнему платите Если у вас уборщица Не перебирается Деньги вы по-прежнему платите Если у вас дворник Не перебирается Опять же Вам деньги вернут Только по заявительному характеру Вам нужно написать Такое заявление Вот Поэтому я считаю Что сознательные Управляющие компании Действительно наоборот На этот вопрос Уделили больше внимания И вопросы дезинфекции Потому что безусловно Я говорю Кроме нас Нигде мы сами не защитимся И надеюсь Город Не встанет Из-за этого Что у нас там Перестанут выезжать Опять же Хотя я достаточно Требовательно отношусь К уприту Но хочу сказать Вот на примере Куприта Опять же Я не знаю Как происходит Других микроорганов города Но у нас уборка Происходит регулярно И ничего не произошло Повторюсь У них тоже люди Которые наверное Тоже беспокоены Чтобы не болеть Но следовательно Раз они работают Без сбоев За что им большое спасибо Иначе мы тут бы еще бы в мусоре погрязли То следовательно Это точно не дает оправдания Всем другим службам Не выполнять свои обязанности А вот эта история С ремонтом дорог С ремонтом дворов Которые вот уже По идее в апреле Где-то должны были бы Начать делать Да Вот на ваш взгляд Это как-то может затянуться Из-за ситуации Или не должно Ну пока То что сейчас развивается Не должно Сейчас идут на самом деле Торги Вот Идет выбор подрядчика Следовательно В любом случае Ремонтной работы Если не говорить О первоочередных улицах Типа производственной Там Недзержинска К новому мосту Которые должны были Начаться вот-вот Но в любом случае Ремонтная работа Начинается Когда стабильная температура Если не ошибаюсь Там плюс 10 Могу ошибиться Вот Понятно что она у нас была Но она была нестабильна Поэтому я думаю Что это все равно Речь идет о второй половине апреля Вот Может быть там плюс-минус Поэтому к этому времени Что-то опять же Будет происходить Но повторюсь Это не то массовое скопление людей Которые там Можно оправдать Что вот у нас там Коронавирус И так далее Потому что город Еще раз говорю Не остановился У нас проезд Ну там условно Один автобус Или один троллейбус С точки зрения распространения Он несет там Больше потенциала Чем работа дорожных служб Поэтому это точно Не оправдание Повторюсь там Торги проходят В электронном виде Подача документов Может быть Идти дистанционно Потому что та же администрация Приняла меры И прием граждан Идет через электронный прием Но прием документов Ведется То есть ты можешь прийти Стать заявление Там на столе Специально организованное место И работа не встала То есть никто Ни сейчас не говорит Мы там обращение граждан Не принимаем Там тоже самое касается Роспотребнадзора Там и всех других инстанций Просто переходит В электронный вид Поэтому я надеюсь Что это не сорвет наши сроки И это не будет являться оправданием Потому что на мое особое мнение Это точно никак Ситуация с коронавирусом Не должна повлиять На развитие нашего городского хозяйства Еще одна ситуация Город наш В непростое Так скажем Время сегодняшнее Да Находится без официального Града начальника Вот на ваш взгляд Это хорошо Плохо Или без разницы Ну Я считаю Что это с одной стороны плохо Вот Но каких-то изменений Что стало катастрофически хуже Нет Потому что при текущей ситуации Когда глава администрации Назначается там комиссией Ну безусловно Проходит там согласование депутатов Но она не побуждает То есть получается Ответственность человека Это ответственность перед вот этими комиссиями Там перед губернатором Который там пять членов комиссии назначает Поэтому это не сильно изменит ситуацию Вот прямо в корне Вот я Как и мои там коллеги Там из справедливой России Ну и в том числе Нас поддерживают Безусловно И другие депутаты Вот Мы за то Чтобы вернуть Все-таки же прямые выборы Главы администрации Для того Чтобы была Некая Подотчетность Так происходит В большинстве там Западных городов Крупных Там мы видим Что когда человек То есть понятно Кто Перед кем ты отчитываешься Вот это же Все очень просто А сейчас то что происходит Когда Там нету главы администрации Но работа идет Немытьем докатанием Пытается пропихнуть там Все-таки же Ту кандидатуру Которую Там Много и долго обсуждают Как бы Эта ситуация Мне лично не нравится Поэтому Резюмируя Я не вижу Каких-то Ухудшений И улучшений ситуации Там При той ситуации Которая сейчас будет Будет человек За которого проголосуют Номинальные депутаты От того Кого назначат Вот И согласует Повторюсь Там комиссия В комиссии Пять представителей От правительства От губернатора Вот Пять из депутатов Но с учетом Текущего расклада Мы понимаем Что в этой ключе Там Кандидат Будет определен До депутатских Всех слушаний И нам нужно Просто будет Проголосовать И как показывает Там Расклад сил Политических В текущей городской думе То есть это вопрос Такой номинальный Любый Кандидат Который будет предложен Над губернатором Будет точно Проголосован Большинством Депутатов И вот по поводу того Чей будет кандидат Да Я хочу просто зачитать Нам в редакцию Пришло письмо От нашего постоянного Слушателя Сергей Яковлевич Карин Член Союза журналистов России Подписался он Он Написал письмо Депутатам И губернатору Вот По поводу той истории Которая творится уже Ну на протяжении Какого времени Уже два раза Да Переносили конкурс Чуть попозднее Вернемся К переносу Не будет ли очередного Переноса Хочу вас спросить Но это чуть позднее Он пишет Неважно чей кандидат Возглавит Исполнительную власть В Кирове Важно другое Сможет ли он справиться С главной задачей дня Провести город Через коронавирусный период С наименьшими потерями Только под эту задачу Нужно подбирать Кандидатуру Так называемого Сити менеджера Если не годятся те Кто сейчас Вот он перечисляет Плехов Осипов Симаков Бекалюк Найдите другого Вот Вы согласны С точкой зрения Такой Ну наверное Да Соглашусь Что должны быть Четкие задачи Сейчас Ну ведь в данном случае Пройти через эту ситуацию Это в том числе Я говорю Не с точки зрения В том числе Нормы заболеваний Заболеваемости А с точки зрения Грую Минимальных последствий Как для жителей Так и для бизнеса Вот Просто ситуация С выбором Главой администрации Сейчас напоминает Такую театральную постановку Потому что Все переносы Они происходят Там Ну Вполне понятно Почему Потому что Идут внутренние Там Подковерные игры Там Протаскивают своего Кандидатов Там Вот И его там Одни согласовывают Другие нет Поэтому сроки Переносятся Повторюсь Не потому что Кандидатов нет А потому что Та кандидатура Которая там Предложена Губернатором Сейчас там Понятно Не встречает Внутри правительства Каких-то стопроцентных Одобрений То есть вы считаете Дмитрий Лосипов Мы не будем Скрывать это имя Вы считаете Что дело все-таки В том что В неуверенности Вот в соседнем здании В сером доме В невозможности договориться Мое мнение Повторюсь Мое особое Там Субъективное мнение Значит В том что Он устраивает Не всех В правительстве Там Безусловно Есть люди Разных Скажем Которые Трактуют Разные Там Направления Скажем так Да Вот Поэтому Наверное Он устраивает Не всех Поэтому Такая сложная Процедура Через ИО Там И так далее Потому что На самом деле Мы все помним Как Был согласован Шульгин Достаточно быстро Просто Когда Его кандидатура Не вызывала вопросов Следовательно Я думаю Что по Осипу Есть какие-то вопросы И вот поэтому Идет так со скрипом Не со стороны депутатов Вот Потому что Со стороны депутатов Мы его Ну лично я там Слышал его выступление Несколько раз Я не могу пока оценить Его там Результативность Работы Как менеджера Я считаю Что это такая Чисто менеджерская работа Тем более что Сейчас происходит Согласование Куча заместителей Без главы Там Администрации Это тоже нонсенс Вот И моя коллега Значит Надежда Сураева Об этом говорила Назвала это Иррационально Безусловно Но это говорит На самом деле Это говорит о том Что кандидатуру Уже практически есть Остались такие Внутренние формальности Его согласования Просто был ваш коллега Денис Ерохин В прошлый раз У меня на особом мнении Он наоборот Высказал мысль о том Что там-то все в порядке По согласованиям Он говорит Что они боятся Что депутаты Гордумы могут не поддержать Причем никого Из названных У нас время заканчивается К сожалению Последний мой вопрос О 27 апреля Как вы считаете Может ли перенестись Эта дата снова Уже из-за ситуации С коронавирусом А не из-за каких-то Согласований И вдруг Перенесется снова Или даже если Не перенесется Она Но уже было Два переноса Это Ну как бы Не говорит о том Что уже пора Выборы сделать Ну Давно уже Пора бы сделать выборы Перенесется ситуация Или нет Покажет время Ну я еще раз повторюсь Там мое мнение Что это не Сильно изменит Текущую ситуацию Сразу же Потому что Как мне кажется Там господин Осипов Не готов кардинально Менять текущий режим Работы администрации Следовательно Останется так Как останется А я считаю Необходимы коренные Изменения В формате работы Вот Нужна там Достаточно сильная команда Для того чтобы Изменить формат Работы в лучшую сторону Да и время сейчас Наверное Очень сильно поменяется Заканчивается наша программа Спасибо Михаил Вам большое за разговор Здоровья Вам вашим близким Доброго дня Вам и всем слушателям Спасибо Всем здоровья До свидания Особое мнение На 101FM